Здравствуйте, коллеги! Сегодня мы с вами поговорим о такой альтернативе очным встречам с вашими студентами, как вебинар. И поговорим даже не о содержании вашего вебинара, а о таких околовебинарных активностей, которые важны для того, чтобы встреча прошла комфортно. Давайте поговорим об этом. Первым пунктом у нас с вами является активность, которая организуется до начала вебинара. Во-первых, вам необходимо составить расписание ваших встреч в вебинаре и согласовать его с коллегами, поскольку вебинары могут отличаться по длительности от точных занятий, а во-вторых, не идти по расписанию тому, которое было у вас при живых встречах. Поэтому согласуйтесь с коллегами, чтобы у учащихся не было накладок. Во-вторых, подберите сервис, который отвечает вашим потребностям и будет для вас удобен в использовании. У нас есть обзоры на такие сервисы, как Zoom, есть Adobe Connect. Вы можете также организовать встречу, может быть, в Скайпе или даже вести трансляцию в социальных сетях. Главное, чтобы вам было это удобно и вы могли использовать все возможности этого инструмента. Когда вы выбрали сервис, вы готовите материалы для вебинара. То есть мы с вами понимаем, что в вебинаре есть достаточно широкие возможности, чтобы не только лицом в кадре появиться, но и продемонстрировать, может быть, какую-то презентацию, материалы, провести разбор каких-то задач или даже подключить дополнительные сервисы интерактивные. Поэтому к этому нужно готовиться и материалы такие собирать. Когда вы выбрали сервис, подготовили все материалы, обязательно проведите тестовый вебинар с коллегами. Быть может, не все ваши задумки, которые вы подготовили для реализации вебинара, получится воплотить. Например, не всегда хорошо срабатывают видео, демонстрируемые через вебинар. Могут быть проблемы со звуком или какой-то сервис может не сработать, кто-то может не подключиться. Поэтому такая тестовая сессия поможет вам выявить все слабые места и заранее их предусмотреть, подготовиться. Следующий этап – это поведение во время вебинара. Во-первых, мы рекомендуем зайти заранее, за 15-30 минут до начала и протестировать все сервисы и инструменты, которые вы собирались использовать во время вебинара. Например, демонстрацию экрана или использование какого-то сервиса. Если что-то не работает, подвисает или вы забыли пароль, то вы сможете за это время решить проблему, либо найти какой-то альтернативный способ организации вашего вебинара. Во-вторых, когда вы его уже начинаете, у вас пришли слушатели, первые 5 минут уделите налаживанию связи. Убедитесь, что слушатели подключились. Попросите написать всех в чатик, например, слышно ли вас, видно ли вас, нет ли проблем со связью. Кроме того, время 3-5 минут нужно нам для того, чтобы все опоздавшие, которые в реальной жизни опаздывают, они могут такие ученики и на вебинар наш такой дистанционный опаздывать. Поэтому учтите, что это время нельзя занимать ничем таким активным, во что нельзя будет включиться сходу. Поэтому только через 5 минут у нас с вами начинаются какие-то уже серьезные активности. Кроме того, вебинар это такая вещь, от которой может внимание быстро переключиться, особенно на все то, что происходит вокруг интересного. Поэтому каждые 6-10 минут подключайте какие-то интерактивные возможности, какие-то сервисы, задавайте вопросы. Это поможет вам удерживать внимание ваших слушателей. И в конце вебинара обязательно дайте ориентир на какие-то дальнейшие действия, например, на выполнение домашнего задания или на время следующего вебинара. И в конце удостоверитесь обязательно в вашем приличном виде, ну точнее сделать это нужно в начале, что у вас нет каких-то шумов вокруг вас, вы хорошо выглядите сзади, на фоне ничего не мешает и так далее. И этот момент очень важен, потому что возникает курьезная ситуация, вот как вы можете видеть на слайде. Кроме того, не забудьте поставить вебинар на запись. Это даст вам возможность использовать видео в уроке. Те, кто не смог посетить вебинар, смогут его посмотреть позже. Ну и также будьте уверены в использовании сервиса, тренируйтесь и всегда имейте запасной вариант. Техника очень ненадежна. Спасибо!